Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Упражненные практики нужны не только для Смоленской станции, а еще и для всего концерна, всех атомных станций. Целевая проверка комиссии концерна «Росэнергоатом». Каждому ветерану очень приятно знать, что память о нем останется надолго. Конкурс социально значимых проектов «Росатом вместе». Именно на этом тренинге мы учимся распределять свои силы. Лидерский тренинг для активной молодежи города. Хочу призвать всех гостей убирать за собой, не оставлять мусор на берегу. Всемирный день чистоты сделаем на скалодроме. Отличные ощущения, но я так чувствую еще все впереди. Мультигонка «Единая команда». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». «Выработка по плану ФАС плюс 4 миллиарда 844 миллиона плюсом. По целевому уровню 2 миллиарда 550 миллионов». На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Общая мощность составляет 2023 мегаватта. Замечаний к работе оборудований нет. Энергоблок номер 331 мая находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии за 17 дней сентября составила более 542 миллионов киловатт-часов. С начала года выработано 13,7 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 418 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Комиссия концерна «Росэнергоатом» рекомендует тиражировать на АЭС России шесть сильных сторон и положительных практик, выявленных в системе управления персоналом Смоленской станции. Среди направлений, которые были проанализированы – организационная структура, кадровый учет, комплектование, подготовка и поддержание квалификации персонала, управление эффективностью деятельности, планы преемственности, система развития кадрового потенциала рекорд, реализация социальных программ и прочие вопросы. Цель таких проверок – понять, как организована работа у коллег и при необходимости помочь ее усовершенствовать, а также выявить положительные практики для тиражирования на АЭС России. Так, сильными сторонами Смоленской станции названы информационная система «Электронный оперативный журнал», журнал посещения рабочих мест руководством предприятия, начальниками подразделений и их заместителями, эффективная спортивно-массовая работа во взаимодействии с профсоюзом, визуализация плана преемственности в инфоцентре первого уровня. Конечно же, мы не можем обойтись без них, потому что положительные практики, они нужны не только для Смоленской станции, еще и для всего концерна, всех атомных станций. И действительно, мы данным актом дадим рекомендации другим этому станциям воспользоваться практиками. Оценили члены комиссии и то, как грамотно применяются инструменты производственной системы Росатома в кадровой работе. В частности, значительно сокращается время на оформление документов. Опытом, который требует дальнейшей трансляции для повышения уровня культуры безопасности на предприятиях концерна, они признали ведение видеозаписей противоаварийных тренировок на полномасштабном тренажере. Отснятый материал затем будет использован для анализа и занятий. Сложно не заметить, как преобразился наш город. Появились современные спортивные площадки, уличные тренажерные комплексы, благоустраиваются городские территории, дороги, скверы, детские сады и школы. Всё это во многом стало возможным благодаря активности и неравнодушию самих горожан. Их разумные идеи по улучшению жизни в Десногорске всецело поддерживают администрация города, Смоленск АЭС, концерн Росэнергатом и госкорпорация Росатом. Реализовать наши дальнейшие инициативы поможет конкурс социально значимых проектов «Росатом вместе». Проект призван собрать в единую систему все действующие отраслевые программы, направленные на благоустройство городской среды, улучшение в образовании, медицине, культуре, спорте. Город-победитель, показавший лучший результат по итогам всех конкурсов, получит главный приз – грант на развитие города в сумме 10 миллионов рублей от госкорпорации «Росатом». А победитель город-спутник АЭС получит дополнительно грант в 10 миллионов рублей от концерна «Росэнергатом». Голосование проводится до 1 октября среди жителей, координаторов проектов и экспертной комиссии, в которую входят представители муниципальных учреждений, Смоленск АЭС, ветераны труда, ветераны атомной отрасли. Давайте проголосуем и поможем нашему городу выйти в лидеры конкурса. Зайдите на сайт проекта «росатом вместе.атомгорода.ру» и ответьте на два вопроса – какие проекты госкорпорации вы знаете, какие из них реализуются в Десногорске? При ответе можно выбирать несколько вариантов, отмечая каждой из них галочкой. Ссылки на анкету также доступны на сайте администрации Десногорска, на страничках Смоленск АЭС и в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке. Мне бы очень хотелось, чтобы жители нашего Десногорска присоединились к голосованию в этом проекте, поставили свои лайки, отметили, насколько это хорошо, насколько это значимо, чтобы наш Десногорск имел шанс продолжать работу. Город стал у нас интереснее, культурнее жить, вот много всего разнообразного. Поэтому я, конечно, хочу призвать и тех жителей, которые еще не совсем в курсе всех этих дел, обязательно обращать внимание и Школа Росатома, и Территория культуры, и Слава Созидателям, ну и другие проекты, может быть, которые еще не начали осуществляться в нашем городе, но обязательно будут осуществляться. Поэтому я, конечно, прошу всех наших жителей, всех Десногорцев, давайте проголосуем за то, что этот проект нам помогает жить, интереснее жить, активнее жить. Десногорский прошел лидерский тренинг для активной молодежи города. Его провела бизнес-тренер некоммерческого партнерства «Информационный альянс Атомные города» Любовь Мелехина. Ручка, бумага, проектор – все необходимое для полноценного мастер-класса. Задача тренинга – сформировать у слушателей активную гражданскую и лидерские позиции, стремление в развитии своего города. Бизнес-тренер Любовь Мелехина объяснила участникам циклы роста и развития человека, дала определение понятию, кто такой лидер, рассказала, как формируется лидерская позиция. Далее она представила пирамиду ценностей и методы влияния и управления. Каждому участнику тренинга необходимо было проанализировать и оценить свои лидерские качества. Слушатели остались довольны мастер-классом. Необходимо, я бы сказала, даже необходимо не то, что еще раз его провести, а проводить, наверное, провести его на базе каждого учреждения. Было бы очень неплохо, хотя бы для молодых специалистов. Потому что если специалисты уже с опытом работы, с большим, они не нуждаются в таком развитии. Может быть, они нуждаются в профвыгорании, скорее всего, это будет. А для молодежи это необходимо, это наше развитие и наше будущее. Именно на этом тренинге мы учимся распределять свои силы. Не все на заклане, а оставлять и себе, и своей семье, и развиваться во все стороны своей жизни. Не только на работе, но и в личной жизни. И быть социально еще активными. Такие тренинги для активной молодежи в нашем городе будут проводиться и в дальнейшем. Всемирный день чистоты «Сделаем» – это гражданский проект, цель которого – объединить общественные институты, бизнес, муниципальное образование, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления. Ежегодно в ней принимают участие сотни стран. Десногорцы также присоединились к этой акции. Более ста волонтеров – представители организации молодых атомщиков Смоленск АЭС, городской администрации, медсанчасти 135, предприятий Смоленская АЭС-сервис ЭЛС и другие жители города провели экологический субботник в лесу и на берегу Десногорского водохранилища. Акция «Чистый берег» прошла в рамках проекта «Всемирный день чистоты. Сделаем 2018». Мы проводим две акции ежегодно. Весной мы проводим наш общегородской субботник, в рамках которого также убираем эту территорию. И второй год подряд осенью мы проводим акцию «Чистый берег», которая в этом году вошла в другие акции. Это «Сделаем чистая вода» по уборке прибрежной территории. Ну, как вы можете видеть, что мусора очень много. Вот ребята работают не так давно, уже собирали много-много мешков. Мы стремимся сделать сейчас раздельный сбор мусора, чтобы вот эти вот отходы сортировались, дальше сортировались по их назначению и, возможно, вторичной переработке. Помимо экологических субботников, администрация города предпринимает ряд мер по наведению порядка на данной территории. Установлены бетонные оградительные конструкции, шлагбаум для ограничения проезда автомобилей к берегу водохранилища. В перспективе планируется создание здесь рекреационной зоны. Два часа экологического рейда и вот уже около контейнеров на дороге более сотни мешков с мусором. А результат генеральной уборки налицо. Чистый лес, чистый берег. Хотелось бы обратиться к отдыхающим здесь, нашим жителям, приезжим соседних регионов, ну, с просьбой собирать за собой мусор. Это несложно, когда один человек за собой заберет пакетик, нежели сейчас это грузовиками измеряется. Это природа, ее загрязнять бутылками, пластиком, стеклом. Для нашей организации это особое место. Здесь мы часто проводим соревнования, детские праздники, различные мероприятия. Ну, конечно, чистота берега оставляет желать лучшего. Мусора очень много под каждым деревом, в каждой яме, под каждым кустом. Жители нашего города, гости нашего города почему-то считают возможным оставлять мусор прямо на месте, где они отдыхают, вместо того, чтобы спокойно его собрать и отнести в контейнер, который установлен здесь неподалеку. Ничего нет в этом сложного, чтобы наш берег оставался в чистоте. Я от лица молодых атомщиков, от лица нашего города хочу призвать всех гостей убирать за собой, не оставлять мусор на берегу и быть экологически ответственными жителями нашей страны. Принимали участие в экологическом субботнике «Чистый берег» по инициативе администрации города Десногорска. Ну, если можно посмотреть, то собрали довольно много мусора на нашем скалодроме. Что, с одной стороны, радует, что мы сделали чище природу, но огорчает, что, в принципе, люди как-то сами за собой не убирают. Вот в этом есть некое расстройство. Но считаю, что это нужно сделать. Все живем и в городе Десногорске. Экологический проект объединил добровольцев в 290 городах России и 163 странах мира. Четвертый раз слет соревнования «Мультигонка. Единая команда» с успехом прошел в Десногорске. 15 сентября по традиции здесь встретили сборные молодежной команды «Атомэнергопроекта» и Смоленской атомной электростанции. Всего полтора километра, но зато какие – пересеченная местность с элементами ориентирования и спортивного туризма, параллельная и навесная переправы, спуски и подъемы, болото, бабочка и паутина. 15 этапов, на протяжении которых приходится преодолевать не только физическую нагрузку, но еще и свои страхи. В команде шесть человек. Каждый участник оснащен всем необходимым снаряжением. Сопровождают их опытные судьи – Александр Михайлов и Михаил Семкин. Главное – проходит стабильно, безопасно, все объединены одной целью, чтобы пройти все до конца, слаженно, как меньше, набрать наименьшее количество баллов и друг другу помогать. Общий командный дух помогает преодолеть все трудности. Казалось бы, силы на исходе, но надо идти дальше. Нельзя подвести товарищей. Участники подбадривают друг друга и помогают тем, кто послабее. Пройти в одиночку такой маршрут просто невозможно. Этапы мультигонки рассчитаны на людей абсолютно разной спортивной подготовки. Быть спортсменом, чтобы пройти их, совершенно не обязательно. Но ловкость и сноровка все-таки необходимы. На таких соревнованиях безопасность превыше всего. Страховка и карабин – первые друзья спортсмена. Время поджимает. От скорости прохождения этапов зависит конечный результат команды. Однако за нарушение правил назначаются штрафные баллы, поэтому надо быть предельно внимательными. Для тех, кто уже не первый год принимает участие в мультигонке, это не новость. Тем не менее, трасса далась нелегко всем. Очень интересно, мы второй раз. Сейчас намного сложнее, чем в тот раз. И хочется очень пить, потому что жарко на улице. Не, очень интересно, спасибо. Тяжело? Да, тяжело. В середине нашего увлекательного путешествия, самый трудный, на мой взгляд, участок победы нам и всем остальным участникам успеха. Мне очень нравится. Погода отличная, ребята отличные, этапы тоже. Так что всем спорт, да, сложно, но с командой хорошо, с командой несложно. Отличные ощущения, но я так чувствую, еще все впереди. Ощущения фантастические, учитывая, что у нас проектная работа предполагает больше сидеть. То есть такие вот дни выезда, они еще и для здоровья очень полезны. То есть в целом оцениваю как на отлично. В мультигонке сошлись 9 сборных команд молодежных организаций предприятий атомной отрасли. Инициатором еще в 2015 году выступил Совет молодежи «Атомэнергопроект» Московского проектного института. Смоленские атомщики сразу заинтересовались и занялись организацией этих соревнований при поддержке руководства и профсоюза. С каждым годом география слета становится все обширнее. В этом году на смоленскую землю приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Очень приятно видеть, что ребята в неформальной обстановке общаются, в том числе обсуждают проблемы производства, проблемы чертежей, их стыковок. И здорово, что как раз такое неформальное общение помогает им найти какие-то точки соприкосновения. Помимо соревновательных этапов не забыли организаторы и о чисто бытовых условиях. На слете работала полевая кухня. Общие впечатления у всех участников соревнований остались незабываемые. С каждым разом организация проходит все лучше и лучше. Уровень остается неизменным на высшем уровне. Встречают всегда с улыбкой, хлеб, соль. Все как положено для дорогих гостей. За год, честно скажу, половину трассы уже забыл. Но ощущения, впечатления от прохождения трассы нет. Этапы непростые. Конечно, не такие, как на гонке героев в больших городах. Но для нашего городка это вполне такое интересное массовое событие. Столько людей приехало. Прям впечатляет. Главный приз за победу в мультигонке с результатом чуть больше часа получила дружная шестерка Евгения Колесникова. В сопровождении Александра Михайлова. Уважаемые Десногорцы и гости города. Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе на этой неделе. 19 сентября с 17.30 до 19.00 на городской летней эстраде детская игровая программа «Русатом месте Десногорск». 23 сентября с 18.00 до 19.30 в храме в честь иконы Божьей Матери Всехскорбящих Радости состоится вечер памяти и скорби, посвященный 75-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 24 сентября состоится торжественное перезахоронение останков погибших воинов. 25 сентября на Кургане Славы пройдет возложение цветов и венков. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА